А добрый-добрый-добрый-добрый-добрый-добрый день! И это 64-й выпуск студийных новостей с новинками за неделю. Приятного просмотра! Эхос от SoftTube. Новый дилей располагает шестью различными режимами. Фильтр — это обычный режим задержки с отфильтрованной обратной связью, который идеально подходит для вокала. Используя эхосигналы для создания алгоритмического эффекта реверберации, режим Reverb отлично подходит для синтезаторов и гитары. BBD или устройство Bucket Brigade — это технология, лежащая в основе знаменитых топ-боксов с теплым звучанием 70-х. Tape — режим записи на магнитную ленту является классическим способом записи вокала и позволяет пользователям управлять такими параметрами, как Drive, Dirt и Wobble. Панорамирование расширяет возможности монофонических источников и добавляет движения к статичным звукам. Lo-Fi — сочетает в себе бит-крашинг и смоделированную синтезаторную четырехполосную фильтрацию. Плагин — также имеет богатую библиотеку пресетов, встроенный компрессор с функцией дакинга, выходные фильтры, интуитивно понятный интерфейс и визуализацию. Цена — 149 евро, но в данный момент плагин можно купить со скидкой за 99. О, да, вот это я люблю. Новый FabFilter Pro Q4. Четвертая версия инструмента получила браузер запущенных экземпляров эквалайзера в проекте, функции спектральной динамической обработки, возможность ручного рисования кривых, эквализации и другие функции. А далее поподробнее. Одним из основных нововведений обновления стало появление окна Instance List — браузера запущенных экземпляров эквалайзера в рамках проекта. Окно отображает список всех инстансов плагина и названия дорожек, на которых они работают. Пользователи могут сравнивать кривые эквализации между разными экземплярами и вносить изменения прямо в окне браузера. В эквалайзере появился режим спектральной динамической обработки. В этом режиме ProQ4 не изменяет усиление всей полосы сразу, а срабатывает в моменты, когда сигнал пересекает заданные пороги. Таким образом, пользователи могут изменить конкретную область или частоту в сигнале в моменты, когда ее уровень превышает или выходит за пороговые значения. Другим важным нововведением стало появление функции AQ's Cage, позволяющей рисовать кривые эквализации прямо в интерфейсе плагина. Для рисования достаточно указать стартовую и конечные полосы, а затем провести между ними с помощью мыши. С помощью рисования можно добавлять точки эквализации и фильтры. Помимо этого, присутствует поддержка пространственного звука и Dolby Atmos в формате до 9.1.6. Эквалайзер также получил режимы работы Gentle и Warm, добавляющие сигналу аналогового тепла. ProQ4 уже доступен для покупки и распространяется в форматах VST, VST3, AU и Clap. Совместим с операционными системами Windows Vista и новее, Mac OS 10.13 и новее. Цена 169 долларов. Больше подробностей о плагине можно узнать на официальном сайте FabFilter. На FabFilter ни разу я не видел скидок. Я мониторил около 10 лет и по итогу плюнул и купил за 169. Это классическая цена. Помню, мне вышло 12,5, я так, конечно, немножко призадумался. А потом еще и обновлял, помню, на ProQ3. Ну да ладно, не ждите скидок, пацаны. Slate Digital выпустила Virtual Mix Rack 3.0. Новинка, развивая сильные стороны своего предшественника, добавляя множество востребованных функций, которые позволяют разрабатывать и внедрять пользовательские цепочки обработки сигналов с большей легкостью и контролем, чем когда-либо. Добавлен браузер пресетов. Стало возможным автоматизация нескольких параметров одновременно для сложной настройки звука с помощью одной ручки. Стала доступна функция сайдчейна и регулировка гейна каждого модуля. А также теперь можно изменять масштаб интерфейса. Virtual Mix Rack 3.0. Доступен как бесплатное обновление по подписке All Access Pass и Complete Access Bundle. Мне нравится Slate Digital, я лично на Авито покупал, сейчас все это возможно. В рамках новогоднего подарка для пользователей администрация KVR Audio объединилась с разработчиками из Изотоп и устроила бесплатную раздачу Изотоп Neutron 5 Elements. Бесплатно скачать плагин, вышедший в конце октября, можно до конца 2024 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте KVR Audio, подтвердить адрес электронной почты и заполнить форму на странице акции. Лицензии выписываются в ручном режиме после проверки заполнения формы, из-за чего обработка заявки может занимать до 48 часов. Скачать установочные файлы можно на официальном сайте Изотоп после регистрации. Бэби Аудио отмечает свое пятилетие. Представляет бесплатный Pitch Shifter Warp. Это один из модулей процессора мультиэффектов Бэби Аудио Транзит, созданного совместно с Эндрю Хуаном. Управление плагином построено вокруг трех регуляторов. Speed изменяет темп аудиофайла, делая его медленнее или быстрее. Stretch изменяет высоту сигнала. Поворот ручки вправо и влево делает сигнал выше или ниже соответственно. Mix определяет количество исходного и обработанного сигналов. Плагин пригодится при работе с многослойным вокалом и синтезаторами, а также ударными. С помощью Warp пользователи могут добавить звуку больше глубины и сделать его интереснее. Скачать плагин можно в секции Freebies на официальном сайте Бэби Аудио. Кстати, помимо Warp там вы найдете еще несколько интересных халявок. А сегодня 17 декабря и мы хотим поздравить нашего товарища Толя Артамонова с днем рождения. Счастья, здоровья и благополучия. Благодарим за финансовую и дружескую поддержку. А на этом у нас все. До новых встреч. Буду беречь свою речь, как меч всех сечь. Опять я жгу, как печь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!